На этих кадрах, снятых в 2013 году, пятилетняя Аллочка. Она только готовится пойти в школу, в обычный класс. Несмотря на то, что девочка не такая, как все, у нее с рождения не развиты кисти рук. Алла прекрасно управляется с карандашами и с красками. Свои первые картины Аллочка написала в три года. У нас праздник, мы научились писать. Да, некоторые дети у нас еще не пишут абсолютно. Вот Алла уже начала писать печатными буквами. А я баба Яга, а это мои дочки, красавицы и умницы. А на этом любительском видео мама и дочь работают на одной площадке. Они выступают вместе в библиотеках, школах. У них семейный кукольный театр. По-настоящему творческая семья. Две подружки, два родных человека. Мама – пример для подражания во всем. Я постоянно сочиняю. Я пишу, сейчас у меня в разработке две книги. Алла, глядя на меня тоже, не может сидеть без дела. Начала повторять за мной. Она уже написала три своих сказки. Она воспитывает ребенка одна и отдает дочери всю свою любовь. Семья вот такая, небольшая. Главное, что у них есть. Елена вспоминает, еще в роддоме врачи сказали, ребенок будет мучиться всю жизнь. Первое время женщина находилась в глубокой депрессии. Обращалась за помощью к врачам. Но, к счастью, вовремя поняла. Ее ребенок, хоть и особенный, но самый лучший. У меня мама хорошая, добрая, ласковая, родная. И еще она мне научила писать, рисовать, готовить. Ну, пускай разобьет тарелку, но зато она научится. Пускай она там замарается в этих очистках от картошки, но она научится. В прошлом году Елена с дочерью ходили на консультацию главному ортопеду края. Врач сказал, сейчас нет таких протезов, которые могли бы заменить ее ручки. Ведь девочка научилась даже пришивать пуговки. А ее почерк один из самых аккуратных во всем классе. Ответ специалиста семью устроил. Сейчас Алле 10 лет. В этом году она заканчивает начальную школу. Любимые предметы литература, труд и физкультура. Сложнее всего дается математика. Но ее непременно подтянем, говорит мама. Ведь Аллочка была и остается особенным и самым любимым ребенком. Материнство – это дар, который дал Господь. И мы несем. И в хорошую, и в трудную минуту. Ближе мамы ни у кого нет на свете. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.